Сентябрь 2020 года Вот этот конкретный день, 27 сентября Я вот буквально утро 27 сентября помнил по минутам Я находился в Баку, у себя в доме, в Шевелянах И, собственно говоря, это был практически разгар пандемии Я прятался от пандемии у себя на родине И взял отпуск на работе И казалось, ничего страшнее пандемии быть не может И когда пришли первые сообщения В начале боевых действий У меня было сначала ощущение, что после многочисленных провокаций С той стороны на границах Это очередной отпор на провокацию Даже не было ощущения, что начинается что-то большое Потому что вот эти военные всполохи На длине соприкосновения азербайджанской и армянской армии Были почти постоянно Но час за часом становилось все более понятно Что начинается нечто более серьезное Сводки с уже фактически фронта становились все жестче Все более строгими И показывающими, что идет большая военная операция Так прошел первый день, а потом второй И было видно, что военные действия нарастают Была видна активность азербайджанской армии А на третий день войны На 30-е число У нас давно было намечено интервью Достаточно традиционное для телеканала СИБС И с утра мне должны были позвонить, не было звонка И я сам позвонил своему постоянному соведущему И коллеге в эфире, Санану И сказал, Санан, мы же должны были сегодня встретиться для интервью Он говорит, да, должны были Но вы знаете, мы на фронте, мы в тертерии И мы уже здесь работаем прямо, что называется, у поля боя И по мне возник какой-то порыв, наверное Я сказал, ну, интервью, как-то, что должно состояться Даже во время войны, сказал я Я сейчас к вам приеду в тертер Это был абсолютно такой нутный порыв Это услышала моя жена Джема Которая сказала, тут же, мгновенно Я пойду с тобой Я говорю, там уже бои идут Но надо знать мою жену Уж коли она решила, то мы, естественно, поехали вместе И приехали туда, вот в границе Тортера Где стояла телевизионная группа И вот там прямо на дороге Мы стали вести наш разговор с Сананом А уже слышны были раскаты снарядов, взрывы Даже слышен был звук плутящих, трассирующих пуль На мой взгляд Я вот, наверное, зрители понимают Война идет, мы в прифронтовой зоне, так что Да, это было большое интервью Оно было на одном дыхании Здесь было совершенно, точно, указательным пальцем сказано Кто провокатор Правда, потом на меня были, как-то лучше сказать, целые наезды И жалобы с той стороны Что я вот, так сказать, позволил себе такое вот неравнодушное интервью Ну, это уж, слава богу, дело в прошлом Но вот эта поездка на фронт в первые дни войны Очень сильно повлияла на все последующие 40 с лишним дней войны Когда вот ты почувствовал вот этот запах войны Этот дух войны, это дыхание войны Это ни с чем и ни с чем не сравнишь И я все эти дни войны был в Баку Азербайджан уже многие годы Задолго до 27 сентября 2020 года Находился в такой жаркой, непримиримой схватке информационной войны Постоку Азербайджан являлся страной, которая с самых разных мест противостояния И даже с ближнего зарубежья, не говоря уже про Запад, не говоря уже про соседей Находился все время под информационными атаками В чем только Азербайджан не обвиняли Какие только претензии не предъявляли И вот началась война И как всякая война Во время войны происходит максимальное усиление информационного противостояния И первое время мне казалось, ну, глядя на телевидение в России Хотя была четкая установка, я знаю, руководство России Что должно быть сбалансированная подача информации с обеих сторон во время войны Но по факту силу так уже сложившихся и известных причин и обстоятельств Скажем, силы были неравны И информационный поток из России, и из Запада, и из других углов земли Был не в пользу Азербайджану И вот здесь, конечно, нельзя не сказать о том Что верховный главкомандующий вооруженных сил Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев Он поняв А он это всегда понимал и всегда отдавал этому должное Поняв значение и роль информационной войны Которая по-своему не менее важна, чем схватки на поле боя Он лично возглавил и стал, можно сказать, верховным главнокомандующим информационных войск Азербайджана Он дал, по-моему, там за 30 интервью Он дал их, по-моему, что-то не каждый день или день через день Давал на языках своих собеседников Это было интервью и американскому, и BBC, и Японии, и российскому моему родному агентству ТАСС Он дляходил для каждого свое объяснение именно для этой конкретной аудитории И я абсолютно на йоту не преувеличиваю Роль верховного главнокандующего в информационной войне Ильхам Алиева совершенно невероятно по своей силе И я должен сказать, и это сейчас, можно сказать, с абсолютной уверенностью Вот победу в информационной войне, так же, как и победу на поле боя Предопределил именно он своим руководством информационной борьбой с информационным противником С самого начала для очень многих людей, и для меня в частности Ощущением победы могло быть именно освобождение Шуши Великого азербайджанского города с фантастической историей, с культурой, с традициями Я был в этом городе, в Шуше, много раз перед войной И я не мог себе представить, как этот город топчут люди, которые здесь никогда не жили И которые фактически оккупировали Я много раз говорил с моим другом, замечательным человеком И выдающимся композитором, Паладом Бюльбюля Углы, который Шушинец Дом которого, отцовский дом Великого Бюльбюля, здесь в Шуше И я видел, как вот он, как и другие шушинцы Для них нет ничего более знакового, ничего более важного Ничего в жизни желанного, чем освобождение Шуши Об этом мы говорили с ним десятки раз, я говорил с другими шушинцами И когда Азербайджанская армия все ближе и ближе подходила к Шуше Когда было ясно, что огромные силы брошено то, чтобы Шуша была свободна И какие-то мои близкие друзья, которые имели знакомых в руководстве армии Мне говорили о том, что вот уже первая десантная группа Где-то уже в Шуше, уже какие-то спецназовцы Все это хотелось очень верить, но до того момента До того великого момента, когда Верховный Главнокомандующий Ильхам Гидар Алиевич Алиев Пришел к Наполеалу, своего великого отца Гидар Алиевича Алиева И доложил ему, что его мечта, с которой он уходил из жизни Освобождение Карабаха, родного Азербайджана, родной Азербайджанской земли Освобождение Шуши сбылось, когда он отдал честь Верховному Главнокомандующему И обратился к народу Шуша свободна Я не знаю человека в Азербайджане, и не только, наверное, в Азербайджане Кто в этот момент в них проследился, у которого не пыли слезы Это был, знаете, такой катарсис Потому что это была вершина справедливости Вот, что такое понятие Справедливость должна восторжествовать Вот в момент освобождения Шуши она и восторжествовала Все 30 лет оккупации Это долгие 30 лет Это очень большой период Это целое поколение Даже почти два поколения Азербайджанский народ Люди, которые родились и выросли в Азербайджане И более судебно, допустим, как я Оказались в других странах На других континентах Очень переживали за свою страну И, если хотите, испытывали такой, знаете Комплекс побежденной страны Побежденного народа после Первой Карабахской войны Более того, вот это ощущение поражения в Первой войне Оно подогревалось многократно Очень многими персонажами с другой стороны Которые постоянно проводили линию на то Что история закончилась Карабах навсегда будет оккупированным И нечего даже думать об освобождении Карабаха Я сейчас скажу то, что я никогда не говорил слух А вот не публично, говорю все эти 30 лет Я никогда не верил Что вот таким переговорным путем Удастся освободить территорию Карабаха Это у меня учило мое знание истории Я не помню в истории случаев, чтобы оккупированные земли Можно было бы вернуть в результате каких-то переговоров Поэтому я считал, что рано или поздно Азербайджану придется на поле боя возвращать родные земли Возвращать родной кров И иного пути не будет Другое дело, что, конечно, я, наверное, большинство людей Не могли предположить, когда это произойдет Но когда мы видели, какие усилия прилагает руководство страны Президентство для укрепления армии Для укрепления экономической мощи Все это дело достаточно открыто То есть какие-то, может быть, естественно были закрыты Естественно, там, не знаю, закупки оружия или чего-то другого Но вот то, что Азербайджан усиливается день ото дня Как государство, как страна Это, президент говорит, открыто Карабах свободен Свободен Шушав Освобожден Ханкинды Но Мне кажется, главное достижение этой победы И главное величие этой победы Даже не в том, что вот эти прекрасные земли Которые сейчас вот вокруг нас И смотришь, и сердце радуешься Этой невероятной красоте азербайджанской земли Но самая главная победа в том Что она вернула чувство достоинства Азербайджанскому народу Который из народа, проигравшего войну Стал народом победителя Это, вы знаете, даже на каком-то подсознательном уровне Это передается из поколения в поколение И будет передаваться Вот мы сейчас на таком потрясающем месте Вот мы сейчас здесь снимаем наши кадры А вокруг огромное количество людей Которые приехали сюда С азербайджанскими флагами вместе На плечах Они приезжают сюда Как на символ своей победы Победы всего народа И вот это, наверное, самое ценное И самое важное Это самый великий итог Той сорокочередневной войны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok